МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «День» с главными событиями к этому часу мои коллеги и я, Светлана Лач. Сегодня в выпуске. Эти грузовики будут интересны аграриям. КамАЗ к своему 45-летию представил в Ставрополе новые машины. Соблюдать Конституцию, защищать права граждан и государства. Приставы в канун профессионального праздника приняли присягу. Неприятный сюрприз. В праздничные дни на Ставрополье снег, туман, ветер и гололедица. В дружбе наша сила. Под таким девизом сегодня в Ставрополе стартовал общественно-политический проект, посвященный Дню народного единства, который вся страна будет отмечать 4 ноября. Сегодня объединяться начали на митинге. Это первая ступень акции. Дальше участники отправятся в автопробег по городам Северокавказского федерального округа. В каждой из республик Северного Кавказа к автоколонии Ставропольчан будет присоединяться местная общественность. За четверо суток планируют преодолеть более полутора тысяч километров пути. Основной замысел проекта – объединить людей разных национальностей. Данный проект у нас показывает, что флаг России, который сегодня триколор был развернут, ему будут прикрепляться разные флаги субъектов СКФО по протяжении четырех дней. В конечном итоге, который круг будет закрывать, это столица нашего Северокавказского федерального округа, Пятигорска. И у нас будет одно целое, которое объединяет нашу Россию. Заключительный этап маршрута пройдет в Пятигорске, куда участники автопробега привезут масштабный флаг России размером около 250 квадратных метров. В каждом городе к нему будут прикреплять флаг республики, характеризуя этим единство народов Кавказа и верность идеалам нашей Родины. После чего этот символ единства отдадут на хранение в аппарат полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе. Последствия аварии на подстанции Северная в Краевом центре практически полностью устранены. В настоящий момент свет и тепло есть во всех домах. Напомним, днем 28 октября на подстанции произошло короткое замыкание, из-за которого около 50 тысяч жителей Октябрьского и промышленного районов остались без электроэнергии. В ликвидации происшествия были задействованы все бригады энергетиков. Кроме того, в Ставрополь приехали несколько автомобилей с резервными источниками питания из Карачаева, Черкесии и Кабардино-Балкарии. По временным схемам подали во все жилые дома электроэнергию. Восстановление подстанции не закончено. По постоянной схеме сегодня в ночь. Ну, можно было бы раньше начать, но просто приняли во внимание, чтобы людей не дергать зря днем там. А в ночь, когда все будут спать, вот эти вот переключения все сделать. Именно благодаря, ну скажем так, острому уму и смекалке наших электриков удалось воплотить жизнь. А так бы до сих пор еще люди без напряжения сидели. В Краевом центре сегодня завершился автопробег протяженностью более 3,5 тысяч километров. Таким марафоном свой 45-летний юбилей отметил автомобильный завод «КамАЗ». В заезде приняли участие новые машины, рассчитанные специально для работы в полях и на сельхозпредприятиях. Поэтому аграрное Ставрополье в маршрут путешествия вошло не случайно. Подробнее о новых моделях и о самом автопробеге Ефим Пушкин. На то, чтобы проехать половину России, у этой крупногабаритной колонны ушло две недели. За все это время ни одной поломки, гордо докладывает водитель Василий Желиховский. Больше чем за 25 лет водительского стажа ему пришлось управлять разными большими машинами, как зарубежными, так и отечественного производства, уверяет. Российские грузовики наконец-таки стали хороши в управлении и надежны в дороге. Ощущение управления хорошо, все легко. Хорошо, нормально идет по трассе, хорошо, без вопросов. Все усиленно, и кузова там надежные, подъем работает. Это народная машина, я вам скажу. Накануне ночью в краевом центре колонна из трех грузовиков финишировала. Сформирована группа авто, была из новых моделей, созданных к юбилею завода, обновленного тягача и двух составов, сконструированных специально для перевозки сельхозпродукции. Каждый автомобиль отличается превосходной грузоподъемностью, больше 30 тонн, а также современными двигателями, не влияющими на экологию. Причем зарубежные аналоги, отечественные машины превосходят не только по техническим характеристикам. Эта машина создана и призвана составлять настоящую конкуренцию производителям «Большой Семерки». И при этом она обладает очень существенным преимуществом и это своей ценой. Цена на этот автомобиль отличается от автомобилей в аналогичной комплектации «Большой Семерки» на 15-20, зачастую на 25%. Выгодная цена и впечатляющие параметры новых машин в первую очередь рассчитаны на фермеров и аграриев страны. Именно поэтому на Ставрополе конструкторы этих грузовиков надеются пополнить свои клиентские списки. Тем более, что Камский автозавод с недавних пор производит и зерноуборочные комбайны. Отечественные разработки уже заинтересовали краевые власти. Не исключено, что именно эту технику Минсельхоз региона решит использовать в предстоящей модернизации отрасли. Для этого мы и пригласили сюда представителей сельхозтоваропроизводителей, чтобы они услышали и о новинках, и о новинках программ, которые существуют для того, чтобы все-таки техника КамАЗ побыстрее дошла до сельхозтоваропроизводителей. Напоследок новые машины позволили изучить будущим механизаторам из Ставропольского аграрного университета. После этого автоколонна отправилась обратно в набережные Челны. Впереди у КамАЗовской делегации еще две недели пути. Ефим Пушкин, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение. Упоминания об этой профессии нетрудно отыскать в документах времени феодальной раздробленности Руси. Например, в Новгородской и Псковской судных грамотах, датированных 15 веком. Первоначально судебным приставом или судебным исполнителем, так они еще назывались раньше, была отведена лишь роль вспомогательных должностных лиц. Однако к концу 20 века они приобрели статус специальной государственной службы, где исполнение решений суда – лишь одно из нескольких направлений ее деятельности. 1 ноября судебные приставы отмечают свой профессиональный праздник. Торжества, приуроченные к этой дате, прошли сегодня в Ставрополе. Для принятия присяги... Смирно! Судебный пристав Хашкула? Я! Судебный пристав Данцева? Я! Для принятия присяги выйти из строя? Есть! Судебный пристав Данцева? Я, Данцева Ирина Александровна, вступаю в ряды федеральной службы судебных приставов, в должности судебного пристава, присягая на верность народу России закон и торжественно клинуться. Работа судебного пристава и опасна, и трудна, но желающих устроиться на эту должность более чем достаточно. В ряде регионов конкурс на одно вакантное место 20-30 человек. Даже если претендент соответствует всем требованиям, необходимо еще пройти стажировку. Только самые достойные по ее результатам будут приведены к присяге. В Ставрополе это уже традиция. Молодые сотрудники дают клятву на аллее судебных приставов. Сегодня ряды этой службы пополнились 16 новобранцами. Каждый из них пришел в профессию осознанно и понимает всю ответственность своего выбора. Большая работа с людьми. Нужно понимать, конечно, всех. Они должны не нам, они должны кому-то. Нужно относиться ко всем. Хорошо понимать всех, как должников, так и взыскателей. Всегда хотела быть госслужащим, и поэтому выбрала именно эту службу. Я думаю, главное честь и достоинство хранить в своей службе. Ставропольскому управлению есть чем гордиться. В первую очередь это кадры. Здесь работают настоящие профессионалы своего дела. Многие из них сегодня получили заслуженные федеральные краевые награды. Кроме этого, краевая служба за год в рейтинге территориальных служб поднялась с 25 на 15 место. Это еще не финальный результат. Ставропольцы планируют по итогам года войти в десятку лучших. Как отметил руководитель управления Николай Коновалов, одно из главных достижений сокращение задолженности по алиментам. Мы нашей работой на 2,5 тысячи сократили количество детей, нуждающихся в принудительном взыскании алиментов. Это тоже такая серьезная цифра. Для понимания, если в прошлом году их было 14,5 тысяч, то в этом году их осталось уже 12. Немаловажной составляющей своей работы Ставропольские приставы считают информирование населения. Сегодня любой россиянин может узнать о своих задолженностях, обратившись к базе исполнительных производств на сайте ведомства. А для того, чтобы популяризировать этот интернет-ресурс, в управлении тесно сотрудничают с другими службами. Мы совместно с ГИБДД разработали календарик, который инспекторы мобильных групп раздают водителям. С одной стороны, на этом календарике адрес сайта ГИБДД, где можно посмотреть наличие задолженности по штрафам. С другой стороны, адрес сайта нашего банка данных исполнительных производств, где любой гражданин может посмотреть себя, имеется ли в отношении его возбужденное исполнительное производство. Государственная краевая телекомпания также активно сотрудничает с Федеральной службой судебных приставов и сердечно поздравляет сотрудников с профессиональным праздником. Олег Исаев, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Ставрополь готовится ко вступлению в силу с 1 марта будущего года 171-го закона, который вносит существенные изменения в земельный кодекс. Для того, чтобы органы местного самоуправления к этому моменту были, что называется, во всеоружии, Министерство имущественных отношений края проводит обучающие семинары. Сегодня прошел один из них. Рассказать о грядущих нововведениях пригласили как специалистов практиков, так и теоретиков, а также коллег из других регионов страны. Как прозвучало, всех, кто имеет земельный участок, и тех, кто претендует на его получение, коснутся эти поправки. Они изменят саму схему управления земельными участками. То есть те правила, которые у нас были разбросаны по отдельным законам об обороте земель сельхоз, назначения о крестьянско-фермерском хозяйстве, все эти нормы объединяются в один закон, то есть в земельный кодекс прописываются четкие процедуры в самом земельном кодексе. Там достаточно много изменений. Изменяется порядок предоставления и основания предоставления, и те категории граждан, которым участки могут предоставляться безвозмездно. Земельный кодекс в новой редакции расширит практику предоставления участков через торги. Как считают специалисты, это сделает процедуру получения земли более прозрачной. Как еще качественнее ухаживать за инвалидами, помогать наркозависимым и другим нуждающимся? Чтобы обсудить эти вопросы, в Пятигорск съехались представители епархии из нескольких регионов России. Кроме лекций и мастер-классов, гостям устроили экскурсию по социальным центрам города Исентуки. Каким опытом поделились с гостями местные благотворители, узнавала Елена Тюменева. Малышка еще никогда не видела такого количества гостей. Вместе с бабушкой, мамой и братом она живет в кризисном центре Исентуков. Он находится в здании бывшей резиденции епископа Пятигорского и Черкесского и на его личном попечении. Сегодня в дом мамы приехали участники межрегиональной конференции. Это представители епархии из разных городов Южного и Северокавказского округа. В епархии часто не хватает людей, не хватает денег, чтобы начать что-то. Вот мы учим, даем мастер-классы, можно сказать, как это можно сделать на местах. Они тоже обмениваются опытом друг с другом, потому что иногда бывает, люди занимаются одним и тем же, но не знают о существовании друг друга. Местные епархии есть чем гордиться. Дом мамы открыли полтора года назад. Здесь помогают беременным и женщинам с детьми, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Им предоставляют временное жилье, оказывают бесплатную медицинскую, юридическую и психологическую помощь. Если нужно, помогают устроиться на работу. Давайте все соберемся, наверное, да? Вторым пунктом остановки гостей стал женский реабилитационный центр. Его обитательницы избавляются здесь от наркозависимости и алкоголизма. Центр существует на деньги благотворителей, среди которых Пятигорская епархия. Заведение рассчитано на 20 человек. Сейчас в нем проживают 16 женщин из разных уголков России. Юлия приехала с Крымского полуострова. Из своих 34 лет 15 принимала наркотики. Дома ее ждет мама и сын. Муж сейчас тоже лечится от зависимости. Женщина призналась, что лечение православной верой ей очень помогло. Мне давалось тяжело, особенно выстаивать службу. Мы наркоманы, конечно, лентяи все. Это раз. Во-вторых, конечно, долго стоять. Тяжело давалось. Стоишь, мысли где-то летают непонятно где. Ноги крутят почему-то непонятно. Это, наверное, на каком-то психологическом. Так как заставляют, надо выстоять. Вот попробуй. Первый раз переосилишь себя, дальше будет легче. И действительно, со временем пришла такая благодать. В церкви выходишь, альши летишь. В реабилитационном центре четкий распорядок дня. Подъем в 7 утра. Уже через полчаса утренняя молитва. Еще есть вечерняя. В середине дня несколько часов посвящают чтению и разбору Библии и Евангелия. Хвалите, Рого Господня, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословено отныне его век. От восхода солнца и до заблета. Да будет прославляем имя Господне. Высок над всеми народами Господь. По выходным девушки ходят в церковь. Еще есть встречи со священником и психологом. В оставшееся время наводят порядок в своих комнатах. Здесь они называются кельи. Готовят еду, убираются во дворе, шьют мягкие игрушки. Телевизор девушки не смотрят. Только DVD-диски с православными программами. Пользоваться телефоном в центре тоже нельзя. Фото на стене – это все, что напоминает обитательницы центра о семьях. Встречи с родными, особенно первое время, запрещены. Такие правила. Посмотрев, какие здесь условия, как здесь несколько келей, шикарная трапезная, молебная комната, хотелось бы, конечно, повторить что-нибудь, что-то подчеркнуть, что-то узнать, что-то передать у себя. Гости задавали много вопросов об условиях жизни в центре, о том, как проходит реабилитация. Интересовались и финансовыми вопросами. Руководство ничего не скрывало. Не исключено, что после этой экскурсии подобные центры появятся и в других регионах страны. Елена Тюменева, Ростислав Пимакин, СТС КМВ. 60 лет со дня основания отметила одно из главных предприятий краевого центра – Ставрополь-Горгаз. Праздничные торжества по этому случаю прошли во Дворце детского творчества под девизом «Вперед со временем». Как отметили юбилей газовики, расскажет Александр Григоров. В далеком 1954 году краевой центр стал первым городом на юге России, в дома которого по трубам пришло голубое топливо. Тогда начались масштабные работы по строительству и эксплуатации газовых сетей Ставрополя, занимался которыми в то время еще совсем небольшой коллектив Горгаза. Илья Красников начал трудовую деятельность на предприятии в 1963 году и трудится там до сих пор. Хочется еще поработать, конечно. Хочется людям передать свой опыт. Вот это вот не хватает. Не хватает времени на все. Отпущено нам очень мало. Празднование юбилея объединило под своими знаменами как нынешних работников газовой отрасли, так и ветеранов, вклад которых в развитие предприятия невозможно недооценить. Недаром мероприятие прошло под девизом «Вперед со временем». Если еще в 1954 году Ставрополь Горгаз был всего лишь конторой, то уже спустя 60 лет это одно из ведущих предприятий всего региона, со своими традициями и большими амбициями. На сегодня Ставрополь Горгаз – это крупнейшая газораспределительная организация Ставропольского края. Самая главная задача нашей работы – это безаварийное, бесперебойное газоснабжение. И мы ежедневно поставляем газ в 146 тысяч квартир города Ставрополь. На праздничной церемонии прозвучало немало поздравлений работникам газовой отрасли Ставрополя, благодаря слаженной работе которых краевой центр бесперебойно снабжается голубым топливом уже более полувека. Сегодня самое главное в том, что за эти 60 лет создался ваш прекрасный профессиональный коллектив. Каждому здоровья как можно больше. И чтобы тот огонек, который вы доносите каждому потребителю, переносился в ваши души теплом и радостью. С праздником, дорогие мои! Кроме того, в торжественной обстановке ветеранам и работникам компании были объявлены благодарности и вручены почетные грамоты за заслуги в газовой отрасли. Не обошлось, естественно, и без сюрпризов. Для производства дарят предприятию МТЗ-82 с тележкой. Новенький, для работы. Но для того, чтобы вы передвигались быстрее, еще и Тойоту. Камри. Тойоту Камри. Сейчас Ставропольгоргаз обслуживает свыше 3000 километров газовых сетей, являясь по этому показателю одним из крупнейших предприятий в отрасли на всем Северном Кавказе. Александр Григоров, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Неприятный сюрприз на эти праздничные выходные приготовила Ставропольцам погода. По данным Краевого гидромедцентра, в воскресенье 2 ноября по краю ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, и ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха к вечеру понизится до минус 4. 3 и 4 ноября временами небольшой умеренный снег, на дорогах гололедица и туман. В связи с этим Краевое управление МЧС предупреждает о вероятности повреждений линий связи и электропередач, нарушений в работе воздушного и наземного транспорта, а также увеличение количества ДТП. Будьте внимательны и осторожны. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, хороших вам новостей и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова